Ну что? Ой, применение физической силы, кажется, уже, да? Да. Я понял. Я же задержан, как я понял. Да? Не так ли? Так, содержимое кармана. Выкладывай. Протокол досмотра. Я не досматриваю, я осматриваю. Осматривайте. Содержимое кармана. Сейчас, две секунды. Я не буду считать 10 секунд. Содержимое кармана. Я ему еще раз говорю. Я выкладываю сейчас, я телефон выключу. Выкладывайте. Сейчас, секундочку. Я вам сказал. Что вы? Что вы сказали? Выкладывайте. Кто вы? Вы будете подчиняться в полиции? Мне. Вы кто? Удостоверение давайте ваше посмотрим, если вы представляться не умеете. Так, вы сейчас будете задержаны. Отлично, я уже понял. Паня, не сюда. Нарочите, дай, пожалуйста. Ох как. Отказывается выполнять. Он не отказывается, он требует закон о полиции, ребят. Вы что творите-то? Вы закон до конца выполните, а потом уже требуете. Это превышение полномочий КРМ-386. Это не превышение. Он не отказывается, он требует закон о полиции, ребят. Вы что творите-то? Вы закон до конца выполните, а потом уже требуете. Это превышение полномочий КРМ-386. Это не превышение. Вы сейчас себя достать и зарабатываете. Буду, сотрудник полиции. Давайте. Удостоверение ваше можно увидеть? Можно. Можно. Камеру убирайте, я вам покажу. А на основе чего камеру-то убрать не будет? А потому что нельзя фиксировать на камеру видео. Понимаете? Каким законом запрещено? Я вам еще раз говорю, камеру убирайте, я вам говорю. Ну вы сейчас будете со мной в какие-то прятки играть? Я вам еще раз говорю, это не прятки. Мы на рынке торгуемся? Это не прятки. Мы на рынке торгуемся? Это не рынок, я вам еще раз говорю. Вы мне слышите или нет? Вы сошлете на закон, я уберу камеру, вообще могу вы ее выдержать. Фотофиксация служебного удостоверящее запрещена. Я фотофиксацию не делаю. Видеофиксация. Чем запрещена? Законом, да, полиции. Каким законом? Вы меня слышите или нет? Каким пунктом? Давайте почитаем. Я не буду говорить пункт, это вы должны знать. Я должен знать? Я-то знаю. Вы не знаете. Ну, потому что он не существует. Он существует, пункт. Какой? Я не даю видеофиксацию, фотофиксацию своего служебного удостоверения. Может вы заблуждаетесь? Вы меня слышите или нет? Вы меня слышите? Давайте вот так. Нет. Просто отверните камеру, я вам покажу. Хорошо, давайте. Отверните камеру. Я отвернул на себя уже. Отверните камеру полностью в другую сторону, я буду видеть удостоверение. Вот так. И вы отверните. Куда? Хорошо? Куда? Скажите, мы подчиняемся. Куда нам полиция? Зарубежнов Вадим Валентинович, инспектор. Да. Инспектор. Дочь 14 марта, любви с 20-го года. В 70-45-75. Даже попозже. А вы в каком вам подразведении? А вы с какого? В это Дефортово. Дефортово? Да. Дефортово. Понятно. Ну, делаем. Ваши документы. Так, мои документы у кого находятся? А какие документы у него? Паспорт. А на основании чего? Я ему уже повторял тысячу раз. Я вам повторял. Я вам повторял. Я вам повторял. Я вам повторял уже. У нас сильный вариант не синяя служба. У вас. Мы останавливаем все машины и проверяем документы. А в чем я подозрительный? Я не отказываюсь. Вы будете предоставлять документы? Или я должен... Если они у меня есть, я предоставлю. Если они у меня есть, я предоставлю. Я просто не знаю, есть они у меня или нет. О, давайте, доставайте. Так на основании чего вы сказали? Доставайте. Ну, вы отказываете сообщить. Говорите, отказываете? Я сказал сейчас только. Вы меня не слышите? Я понял. Вы сказали, что у вас там что-то проходит, что у вас там не у меня. Вероприятие, да. Давайте поищем документы. Какие-то. Документы. Это не документы. А какие вам документы паспорты? РФ, если бы россиянин. Хорошо. Мне нужен паспорт РФ, там где... Российская Федерация, паспорт. Там где существует прописка. Этот вас не устраивает. К сожалению. Ну другого у меня вроде бы нет. Другого нет, да? А вы зачем изымаетесь? А я не снимаю, я смотрю. Я вам еще раз говорю, вы должны документы передать. Из моей группы, если можно. Из моей группы. Вы должны документы передать наручную. Вы меня слышите или нет? Зачем? На самом деле, чего я должен? Другого нет, да? Вы чекали, у нас есть. На самом деле, да. Мы с целью проверки документов, может быть, это у нас поддельно. Мы можем... Господи, еще контролеров нам не хватало тут. Да, да, да. Вы будете давать документы? Это ваше требование? Да. Или против? Нет, мы с вашего основания, вы не можете отвечать. Все. В основании сейчас идет операция... Так вы не можете это сказать, операция на конкурсе. Хорошо. Ну, я же... Смотрите, операция на конкурсе, страховка, зачем туда нужна? Они понимают. Нет, страховка, это вы обязаны, когда вы едете за рулем, вы обязаны при себе иметь, сотрудники БДД, вы обязаны предоставить его, правильно? Вытащите меня. Я не могу, он не вытаскивает, прилип, наверное. Вытаскивайте, Ален. Какие проблемы? Сейчас будут большие. Сейчас я подойду. Какие проблемы? А я объяснил вам. Ребят, я вам объяснил. Понимаете, как он общается в данной литературе? Как я? Как я общаюсь? Он нарушает наши конституционные права в данный момент. Вы об этом ничего не понимаете? Не только конституционные права, уже... 286-я, 3-я уже. Уже все. Уже все. Вы будете вытаскивать? Я не могу его вытащить, потому что я иначе порву. Если его уж рвать, то давайте вы... Задержимый литератур. Задержимый литератур. Досмотр. Протокол понятых. Я просто вам поясняю. Поясняйте. Понятых? Да, досмотр. Я вам объяснил. Я же никак не делаю никаких замечаний. А сотрудник полиции он сам? Вы понятым можете, да, получать? По идее, да. Сейчас я еще одну понятую. О, господи. Для чего? Возьми какой документ. Пошли. Не знаю. Понятые для чего? А документы-то мои кто берет-то? Да он из рук не передает. Ну и пачкайте мой паспорт. Вы кладете на автомобиль, пачкайте, имейте в виду. Сейчас. Не вы будете потом покупать этот паспорт. А я буду платить гош-пошли. Товарищ старший лейтенант. Старший просто лейтенант. Да тут все уже, паспорт изымают, все уже. Сейчас будет финиш. Так что давайте, ребятушки, действуйте. Нет, они, понимаешь, они взяли автомат, взяли себе полномочия, они думают все им дозволено. Не взяли, мы им дали полномочия. 15-3. Это что такое, 19-3. Взяли. Ты понимаешь, потом они сюда будут стоять и будут язык заплетать. Это они сейчас такие герои. Что мы нарушили сейчас? Я предъявил все документы. Он в руках находится. Что еще ему надо, блин? А вы тоже с Лефортова, да? Вам там недалеко. Вам там недалеко. До следственного изолятора Лефортова. Угрожаю вам только законом. И все. Ничего, да. Ничего. Не, вы пока ничего не сделали. Просто смотрите на свою коллегу, старшего по званию. Странно. В принципе, не обязательно. Ну просто вы понимаете, просто вы понимаете то, что как не надо себя вести, я думаю, да? Вы это себя пока ведете намного более адекватно, чем ваш коллега. Ваниль, так не делайте, это неправильно. Он вас учит к плохому. Вот за вами будете, вот люди посмотрят потом на видео, если вы так будете в дальнейшем относиться. Так никогда не делать. Это плохой пример. Понимаете? Он не знаю, он не знаю, он что-то, что-то с ним не так. Его надо лечить. Всем не здоровы. Все правильно. Не, вы же подчиняйтесь его приказу, правильно? Хоть права, не права. К этому, говорю. Пример не берите его, говорю. Это неправильный поступок, то, что он делает. Сейчас ему руководство вылечит мозги и скажет, что так нельзя делать. Успокойся. Потому что не можем в этом пищать, а руководство тоже получит потом по шапке. Почему он оформит 19-3? В 19-3 не так просто, ребят. Он не так просто. Он должен доложить руководству, что он хочет оформить 19-3. Это раньше было вам дозволено. Сейчас уже все, забудьте про 19-3. Не будет такого уже. Все, лафа кончился. Не будет. Вы не будете больше так разводить. Для этого мы ездим. Мы вас будем мучить. Какие ощущения от данных сотрудников? Как ты думаешь, если с футбола приедет, мы не опозоримся из-за таких сотрудников? Мы уже опозорились. А? Уже, я думаю, опозорили. Да ладно, мы это как бы, ладно. От нашего имени такое творить, я думаю, не очень хорошо. Данные предметы я изъял в целях собственной безопасности. Вопросы еще есть? Какие вопросы? По поводу чего я изъял? Какую вам угрозу она вам показывает? Угрозы? А случаи разные бывают. Какую? У вас здесь 4 человека. Я не знаю, кто бы... Он вас изнасиловать не пытался сказать, пожалуйста? Я вам еще раз говорю. Причем ты изнасиловать? 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 Человек может запросто взять отвертку и воткнуть ее куда-либо. Только целых в этом, да? Ага. Хорошо. Вы изъяли у меня. Я сейчас от вас требую протокол изъятия. Протокол досмотра автомобиля. Я вам еще раз говорю. Данный предмет я изъял. Я тебе сказал, что он резко переобудится и потом скажет, что он... Протокол изъятия. В целях собственной безопасности. Когда собираетесь изъять? Отдать мне? Сейчас отдам. На всю жизнь забираете? Нет. Я отдам сейчас. Протокол будет в бумаге какие-нибудь? У нас сейчас... Подождите. Какой у нас сейчас в данный момент статус? Сейчас я проверяю ваши личности. Мы задержаны? Пока да. Сейчас я проверяю ваши личности. Время посмотрел? Да. Смотрите. Хорошо. Это не менее... Вы из какого отдела? Лефортово? Понятно. Понятно. Но там недалеко их. Да Лефортово понятно. Они не первый год себя ведут там. Да? Ну да. Товарищи. К сожалению, наша служба такая. Это вы такой. Служба у вас нормальная. Я такой? Вы мне лично предъявляете, что я такой? Я такой, да. Я плохо себя веду? Да. В чем заключается мое неправильное обращение? У вас в руках находился мой паспорт. Предмет. Такой. Водительское удостоверение. Документ на машину. И почему-то вы меня попросили выйти с машины из-за того, что я спросил, почему вам страховка. Я вам отдаю сейчас в руки страховку. Она мне уже не нужна. Да вы даже физически не можете проверить его. Зачем вам нужен бумага? Я не могу физически проверить. Страховку как вы можете проверить? На подлинность. А я на подлинность проверяю. Не можете. Я просто проверяю. Это только сотрудники и БДД. Почему? Так у нас нет у вас прав такой. ФЗА полиция номер три написано. У вас нету прав на это. На что на это? Объясните мне. Проверь документы. Вы нарушили? А зачем тогда сотрудник полиции нужен? Вы поймите. Вы на машине ехали? Я ехал на машине. Вот я должен тогда... А вы имеете право проверять документы у водителя? Любой сотрудник имеет право... Это обязанность водителя 211. Слушайте меня. Давайте послушаем у вас. Любой сотрудник полиции имеет право попросить у гражданина... Попросить или требовать? Требовать. Требовать. Ага. Документы на машину. На транспортные средства любое. То есть или там прицепы может быть даже в машине. А также личные персональные документы. Это вы имеете ввиду статью 13 часть 1 пункт 20, правильно? Нет, я вам еще раз говорю. Он пункты не знает. Если какие-либо правонарушения существуют, то я передаю по рапорту сотруднику ГИБДД для составления материала. Хорошо. Вы делаете то, что сейчас от вас требуется? Да. Вот. А потом мы напишем на вас жалобу. Без проблем. Тоже на отрасли. Поэтому давайте не будем... Это тоже не жалоба. Ускорьтесь, пожалуйста, мы задержаны или нет. Я поясняю. Тут сообщение о преступлении. Сейчас их будут проверять по базам на розыск. Хорошо, хоть дежурный набрал. Я понял, понял. Что ему смешно? Я не могу понять. Он смеется. Ну, просто вот сейчас лейтенант, да, старший по званию, старший по возрасту, подает им пример. Как нужно делать будущее? Я Ваню сказал, чтобы он так не делал. А им будет не смешно, а грустно. Только когда вот он, допустим, будет там за решеточкой сидеть и там будет говорить, ну, мне так научили, мне так сказали. Нет, может они осознают, но сейчас пока я чуть не ехал. Нет, он на камеру должен... Вот один, да. Ты понимаешь, он на камеру должен сейчас отработать до конца. Чтобы не отдать там, как отъезжать, он должен показать же пример. Чтобы видели люди, что он работает. Спасибо. Держите. Документы. Все сработано? Нет, нет, документы мне нужны. Какие документы? То, что вы провели, лично досмотрели. А вы лично досмотрели? Да. Да, вы мне лично досмотрели. Я в целях безопасности своей. Вы изъялись в целях безопасности, у меня отверстие. Сейчас я буду... А то, что меня обыскали... Смотрите. Документы сюда. Нет, я не пойду никуда сюда. Документы, пожалуйста. Сейчас я машину положу данные. Протокол личного досмотра. Предметы. ПАП 27.7. Вот знаете, что такое? Знаю, конечно. Вот будьте любезны, пожалуйста, копию моего протокола досмотра. Это уже ваша проблема. Я копию не буду делать. Вы же руку, рука засовывали у меня в карманы, правильно? Руки нет. Что вы делали? Вы опускали меня полностью. Я визуально осматривал. Не вызывали, а вы все вытащили из меня. Я визуально осматривал. Я ему еще раз говорю. Протокол. Ведите в машину. Я так и знал, что вы в карте так и скажете. Пойдемте, я положу данный предмет в машину. Положите. Вы когда забирали, вы даже не спрашивали. Вот обратно поставьте на место, пожалуйста. А я не буду спрашивать, потому что я в целях безопасности должен изъять. Мы убедились. Вам безопасно. Пойдемте. 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 Как меня не было, когда вы снимали. Али вы были. Счастливого пути. Даже не могу что-нибудь сказать. Нет слов просто, Паша. На машину кинул и все, ушел. Куда кинул? Я зарпи не взял. Сейчас напишем о похищении. Если он забрал. Сержанты до сих пор смешат. А ты сейчас обещал сейчас Михаил Васильевич выйти и разобраться. Будем ждать? Видишь, как они настроены на 19-е? А ты говоришь. Вот так вот. Ты пойди, если я один был бы сейчас. Да, да, да. Да он пооформил, да и все. Никто бы не разобрался бы. Они бы доставили в отдел, посадили бы и жди до утра. Что с тобой будет? Утром какой-нибудь придет такой, я не знаю, который, я не знаю, для руководства, который работающий, да? И будет, говорит, оформлять. Хотя вряд ли, что он оформлен. Я сомневаюсь. Он только на словах может. Потому что он не знает, ну, закон, полицию он не знает. Он некомпетент. Три раза, говорит, повторяю, это не повиновение. Так ты общайся с людьми. Ты объясни сначала, а не так, понимаешь? То есть смотри, ты едешь, он тебя останавливает. Он говорит, документы, документы, документы. Ты говоришь, нет, все, вытаскивают. Ну это что такое? Это считаешь ты нормально? Я считаю это позор. УВД Лефортова позорит за таких лейтенантов. Уберите с дорог таких лейтенантов, пожалуйста. Ну не ставьте на дорогу. Он позорит ваш отдел. Вот честно. Других сотрудников он позорит. Поэтому не ставьте на таких. Он не знает, он некомпетент. Он не знает, как оформлять документы, бумаги. Иван хороший вроде. Послушаем. Да. Нет, серьезно, вы более положительное впечатление произойдете, чем к своей коллеге. Более адекватно вы относитесь, да. Чем лейтенант. Вы все снимаете? Естественно. Все снимают. С машины снимаете. Так понял, вы уже раз здесь снормозили. По слухам. Так вы спрашиваете у ваших сотрудников? Нет. Что у вас спрашивают? Меня. Меня, да. Меня, да. Меня, блин, часто останавливают из этих мероприятий. Здесь тоже, да, останавливают. Проверяя документы. Я уже устал им все показывать. В отличие от вашего лейтенанта, другие сотрудники адекватно объясняют, спокойно. Разъясняют. Отвечают. А он, понимаете, у него в руках находятся мои документы. Ему это мало. Все равно, говорит, выходи с машины. Что ему надо? Я должен прыгать или что? Я вот не понял его смысла. Документы в руках? Иди проверяй. Зачем меня вытаскивать? Вот он меня вытащил. А маршрута он не проверил. У меня какое-то оружие там находится сейчас. Он не проверил. Вот так он работает. Я сейчас поеду с этим оружием. Дальше. Вот что дальше-то? Он пошел на прессе, он не соображал, понимаете? Он пошел на прессе, у него мозг отключился, и он пошел 19-3. Да ему не дадут 19-3 это сделать. Не он будет отвечать, а Михаил Васильевич будет отвечать потом. На каком основании оформят 19-3. Указ Президента сказали, что если есть основания, дающие эти проверять, то не в кто попали, когда он захотел. Поэтому я вам поэтому сказал, Ваня, не учиться. Это плохой просто. Мы не провокаторы, понимаете? Мы подчинялись. Хотя мы могли бы сейчас отказаться. Потому что он нарушил конституционные права сейчас в данный момент. Он прежде чем что-то... Если я в руках не взял бы эту отвертку, он мог бы сказать. Я зимаю, потому что я вижу подозрение. Он у меня вообще находится там. Я нахожусь на улице. Я даже не успею туда дойти. Он мне говорит, что ему свою безопасность. Михаил Васильевич, я думаю, сейчас его направит на правильное русло и скажет, что нельзя. Он провокатор вообще. Да. Сотрудники БДД подходят ко мне и говорят, заканчивайте, ребята. Добро оно не приведет. Не надо ничего оформлять, заполнять. Не надо. Вот они сейчас взяли протокол досмотра. Посмотри, что он сейчас напишет. Я попросил товарища подполковника написать протокол личный досмотр. Что он туда напишет сейчас? С понятыми? Без понятых. Понятые вон сидят в автобусе. Контролера. Ты видел? Контролер даже услышал мои рассказы. Он понял. И он понял. Я не буду вмешиваться. Потому что он понял, что лейтенант... Я не знаю. Сейчас скажу, скажу, что оскорбление. Оскорбление полностью машины. Да, не поможет. Осмотр, если дорога... Осмотр, знаете, да, как правильно? Все правильно. Чтобы я не подсказывал вам. Дайте мне документы, пожалуйста, на транспортное средство. Зачем? Потому что здесь собственность указывается. На сован чего хотите еще раз? Здесь указывается собственность транспортного средства. Меня слышите? Я вас слушаю. Дайте мне, пожалуйста. Вы меня слышите? Я устал уже вас слушать. Теперь вы меня послушайте, пожалуйста. Вы должны были оформлять до того, пока начали обыскивать у меня автомобиль и у меня. Владимир, вот еще один. Здравствуйте. Здравствуйте. Процедура у понятых знакома, нет? Нет. Поучаствуйте сейчас в качестве понятого. Вот. Остановили мы машину. Будем производить сейчас осмотр визуально. То есть салон-багажник? Багажник это не досмотр? Разве? Это не досмотр, нет. Визуально бывает, технически. Пусть пишут, что хотят. Мы потом дадим право в оценке. Я понял. Нет. Просто подсказываю ему, зачем. Зачем? Это не будет. Ваш документ? Ваш документ? Мы, как водитель, должны показать документы для составления акта. Для составления акта. Для составления акта. По три раза вам надо, да, показать? Да. Сначала для проверки, потом для досмотра. А потом для чего? Не, ну должна быть нормальная проверка. Пусть запишет, пусть уже запишет. Главное, что мы правильно оформили. Камера. Так, пойдемте. Пойдемте, будем. Пойдемте, владелец автомобиля. Пойдемте, будем. Пойдемте. Пойдемте. Все нормально. Собственное направление я изъял из двери водительского сиденья. И вот у меня сейчас находится в адресе, все указано. Данные предметы сейчас находятся у меня в руке. Головок за своей безопасностью. Сейчас я хочу у водителя обратиться. Откроете салон автомобиля. Это осмотр или досмотр? Досмотр? Визуальный, да. Отказываешься от осмотра? Отказываешься от осмотра? Да, понятые слышали, что человек оказывается... Открывайте, пожалуйста, багажник. Не открывайте. Вы слышали, да, понятые? Да. Как осмотреть багажник данного? Я являюсь представителем данного человека. Общайте со мной. Как сотрудник полиции... Создаете как осмотры? Осмотры? Да. Это осмотр. Это осмотр транспортного... Это осмотр транспортного средства. Как сотрудник полиции... Как сотрудник полиции... Могу ознакомиться? Как сотрудник полиции... Я сейчас дам. Скажите... У нас пропоет массовый мероприятий. Не собираюсь. Не собираюсь. Обготовьтесь. Что делать? Знаете как? Если вы действительно хотите провести осмотр... Да. Вам дает доступ... ...карактер автонен. А что делать? А что делать? А что делать? Что делать? Конечно, просто. Я вас как представитель власти спрошу. Что делать в данной ситуации? Скрывать? Не знаю. Вызывать опергруппу? Кнопка не работает. Я в акте это указываю. Что кнопка не работает. То есть осмотр мы поганного отсыхали. А от осмотра отказываешься? А от осмотра отказываешься? Так, сейчас процедура досмотра все-таки или осмотры. Он говорит осмотр. Вы говорите досмотр. Я говорю о чем? Здесь досмотр. А какой досмотр? Распорт молодцы. Я думаю досмотр сейчас происходит. Что такое досмотр? Это в том числе разборка обшивки. Разбирать обшивки? Да вы что? Да. Конфруктивную целостность хотите портить? Нет, я не буду портить. Это обыск уже называется. Давайте. Досмотр без. Давайте. Без изменений конфруктивной. Целостность. Целостность и все верно. Извините, как я просто сейчас сработаю. По активации. Я оказываю статистину о том, что поганная цепь не открывается. Все как вам позволит. Закон так и делает. А причина-то досмотра какая? Осмотр это. Господин. А здесь ничего не бывает. Я бумажку на улице. Подсмотр. Протокол досмотра. Номерные. Это банк по кругу отчетности. Почему он у вас не номерной? Господин лейтенант. Дайте я допишу. Так вы что, классификацией занимаетесь? Вы что? Что делаете? Дайте я допишу. Инспектор. Вы инспектор? Дайте я допишу. Не инспектор. Вы сотрудник полиции. Почему у вас банки не номерные? Можно ваше удостоверение? Можно. Сейчас я допишу. Вы оставите, пожалуйста, моё первое требование. Я сейчас буду сок вызывать. Вы мне не мешаете. Здесь уголовная ответственность упахнет. Вы что? Вы что делаете? Я запишу. Удостоверение ваше. Дайте я запишу. Да вы фальсифицируете документы. Вы что делаете? Фальсификацией занимаетесь. Инспектор. Удостоверение ваше можно? Как это объяснить? А у вас там что, вне к себе бомба что-ли? А? А у вас там что, вне к себе бомба? Чего вы так скрываете? Нет. Они просто законности. Законности. Вам больше не понимали. Нет. А кто-то к ним приставал? Мне так же сказали. Я открыл все три секунды. Показал все. Это ваше дело. Это ваше дело. Вы можете делать что угодно. Вам все. Я просто интересуюсь. Хотите просто законность. Вот как написано по закону. Так давайте делаем. Вам скучно. Можете так сделать. Алло. Алло. Сейчас. Нет. Сейчас уже подвисло. Ну и все. Вот. Свободим. Так. Осмотр мы не производили. Сейчас. Сейчас тоже. Так. Данная машина. Я еще раз повторяю. Инспектор, а почему у вас паспорт в МК? Вы его изняли? Вы его изняли? Я не изъял. А почему у вас взял? Я его взял. Я его взял. Не взымают? Не так. Он насильно забрал. Если я ему не передал, то сказал он. Не застрелился. Пожалуйста. Не застрелился. Дайте я его представить. Общайтесь со мной. Я говорю, верните пожалуйста. Я вас прошу. Я вас прошу. Сейчас как решение будем оформлять. Инспектор. 286. Я знаю. 161. Часть 1. Я знаю. Я говорю, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое. Вот минус такой. Вы быстрее. Сейчас я покажу. Я людей сейчас нас кушу. Есть ли? Смотрите. Так. Прошел осмотр автомобиля. Изъять же в цели безопасности предместа. Это ад осмотра. Дайте я. Проблема. Я для себя. Обнаружена отвертка. Мертвый сладенький. Простив. В кармане девочки. Водительской блюде. Пагажный отсек. Открывали. Он сам все открыл. Сам взял. Всякий бумаг. Вместе с ним. Сейчас одену наручники. Одену наручники, да? Нет. Он говорит, если не покажешь, я тебе сейчас оформлю. 15 лет. Такой виногрец. Законник. Часть 2. Часть 2. Часть 2. А можно один вопрос вам? Вам права разъяснялись какие-нибудь сейчас? Да. Ну, по-честному. Да. Ну, у нас же видео есть. По-честному разъяснялись? Там уже разъяснялись. А, еще там, да? Да. Три года назад. Вот хитрюга все-таки. Вы такой обаятельный. Да мы не заплатили уже. И так обманываете. Ну, нехорошо. Не заплатили. Меня подкупили. А сколько сейчас? Тыщенка, нормально. Тыщенка. Несерьезно. Несерьезно. Подпись. Да. Могли бы, да? Так, вам... Урослерение и копию, конечно же. Копию? Конечно. Сделаю копию. Так. Водитель, пойдемте. Я вам положу обратно. Вы же верните просто в руки и все. Нет, давайте в руки. Нет, давайте в руки. Вдруг он... А почему? Случины, подождите, стойте. Случины, подождите, стойте. Случай будет. Бывали-бывали. И вот недавно будет случай. У каждого из нас. С этим мы согласны. Только зачем вы их взимали? А вам кто-нибудь давал? Отдавайте. Я открыл. Водитель говорит, открыл дверь. А я смотрел. Я открыл. Вы сами открыли, забрали. Послушайте меня. Удостоверение, господин Александр. Удостоверение. Давайте с этим побыстрее закончим. Удостоверение на сцену. Следущий по телефону написали. А почему? Чем? Серега, это по третьему кругу. Это всё самобычное. А на стен. Давайте нарывать все. Правда. Ладно, мне лучше с вами не пошли. О, двойные стандарты. А малис investment! Живen overstar. Как funk как там買 засек Galaxy Худетсряк? Только один пальчик… Да. Да, спасибо большое. Похожем passed. И копия документов. Конечно… Да, прописывban. Спасибо большое. Но для этого нужно нам проследовать водил, скорее всего. Нет, по месту завершения можно копить? Лучше активно в копию сделать. У меня нет такого оборота. Или пишите то же самое. Впишите оппонятых, пусть они там же распишутся в копии. Нет, я сейчас лучше копию сделаю, если вы хотите. Если вы настаиваете. Конечно. А как вы? Будете вручать? Вручите оригиналы. Сейчас, короче, я вызову сейчас экипаж. Сделай территориального органа копию. Как долго нам ждать? Как долго ждать? Ну это вы хотите. Если вы хотите со мной. Если вы хотите. Мы вообще хотим сейчас. Дайте нам сейчас. Вы хотите со мной сейчас проследуйте. Я вам сейчас сделаю копию. Нет, следовать не хотим. Почему? Когда вы? Я понял. Не хочешь шток вызвать? Сядет. А? Не хочешь шток вызвать? Хочу. Да потому что подполковник спрятаться не выходит сюда. Вот Иван, может вы нормальный сотрудник более-менее? Только автомат на людей не направляете? Не, ну под 45 градусов в землю. Чтобы не дай бог что. Вот. Были тоже случаи. Были тоже случаи. Да, были. Почему так? Да. Мы же не просто так говорим. А тёрка то видите как опасность. Если даже 45 градусов. Это он там вон. Пусть лучше ноги, чем извините, писюн, грудак, голова, шея. А как-то пуля Остроноса рикошетит хорошо. Вот скажите честно. Пуля Остроноса рикошетит хорошо. Может в голову. В Украине там же, помните, стреляли под ноги 4 года назад. Там же как раз отрикошетили и убило там людей. Это когда в Мариуполе захватывали. Смотрите, шанс что отрикошетили. Меня Леонид зовут. У меня Сергей. Что отрикошетили один. Иван, а пойдемте покажу вам всю бесполезность вашей службы. Забыл. Вот вы изъяли нож, отвертку. Вот это что ли вы? Это все, все, все. Оставь, оставь. Вот это что ли вы сейчас? Я проводил. Я ж не проводил. Ваня? Нет, Иван. Иван не проводил, не проводил. Вы понимаете вот эту бесполезность? Вы понимаете, настолько он заглупился и даже не посмотрел. Осмотр не сделал. Осмотр не сделал. Ему надо была страховка. И страховку он не проводил. Но почему-то он на мозге нам, конечно, опозорился. Пистолет-то не боевой, надеюсь? Да он закончил уже, он проверил полностью. Я уже просто как человек. Так я зачем ему отвечать-то? Нет уже. Все. Я поеду дальше. Нет, его, согласно актовосмотра, его там нет. Понимаете? Его там нет. Просто вот его сейчас там нет. Я вот к чему я хочу. Я не придрась. Я наоборот хочу, чтобы вы работали, а не отвертку этот гребаный. Пистолет, чтобы он посмотрел. Почему-то он отвертку видел, а пистолет не видел. Потому что не соображал. Вот так вот никогда не делайте. Пожалуйста. Вот вы пока молодой не делаете. Ну, как вы впервые видели, понимаете? Я понял. Вот такие стояли в суде. Понимаете? Они ничего не могли говорить. Просто вот стоят и краснеют. Это он сейчас такой... Кино, кино. Где смотреть? Ты в Ютубе там. Нет, где каналы? Вот я говорю, Шария знаю. Вот я у него это самое. А ваш как канал называется? Алрус Ньюс и... Алрус Ньюс. Да. И Узбек в городе, наверное. Да? Узбек в городе, да? Да. У вас уже есть? Можно уже что-нибудь посмотреть? Да, можно. Ради интереса. У меня тут вообще наручки говорят, за гран-паспорт не документ. Там вообще финих был, короче. Это все есть, да? Что? Надо посмотреть. Да это вообще есть. Узбек в городе, да? Мужчины, кому копии? Нам. Вам? Представители, да? Да. И протокол транспортного средства. Респекта, как вы считаете? Все правильно было с вашей стороны? С вашей? С вашей. С нашей, с моей, да. Я думаю, да. Почему? Потому что жизнь, она одна. Вот. И я отвечаю за свою жизнь. Да. Ну, поэтому мы будем разбираться с этим. Раз вы так считаете. Ну, если будет неправильно, значит поработаем на ДШП. Да я думаю у вас под уголовник ее подводит. Вы, конечно, ну не обижайтесь. Но... Не получится, не получится. KingAAAAAAAA. Получится! Просто потом, ну не, не обижайтесь. Не говорите, что там какие-то хавы приехали. Не, не хавы. Накинулись на вас. А почему хавы. За мной эти нормально все… А почему вы так себя ведете? Почему вы так себя ведете? Потому что не расслабляете, а ли в интервłosе? Почему вы так себя ведете? А почему себя так ведете с гражданами? Подскажите, как? Почему я веду не адекватно? Почему изымаете вещи? Паспорта если мать? Почему? Акты досмотра, протокол досмотра у вас не номерные. А как вы можете просто взять? Вот я сейчас возьму у вас и скажу, ну я просто взял. Любой вот значок с вас сниму, скажу, просто взял. Вот как это можно? Я Сергей. Сергей, ты послушайте, если я в чем-то неправ. Извиняются, когда чувствуют свою вину. Когда гражданин говорит, я просто забыл вас по имени очень. Вадим Валентинович. Вадим Валентинович, да. Когда человек говорит, что он все делал правильно, жизнь одна и всякое бывает, то я считаю, что это нехорошо. А когда сотрудник еще и при исполнении такое творит, человек, который, ну правда, стоит на стражу законной силе. У меня данные граждане видеоблогеры, да? А видеоблог? Видео, в ютубе и в других массовых сетях, да? Пресса. Я понял. Тем более, зачем я вам буду рассказывать? Ну все это прекрасно. Я так гражданский человек, что подъехал. Нападение на сотрудника полиции. Было какое-то нападение на вас? На вас было? Вот сейчас было нападение сейчас? Сейчас нет. А зачем вы такие действия совершаете? Потому что я должен был подстраховать в своей жизни. У вас тут, а также сотрудника... У вас оружие. Человек представлял опасность? Вы знаете, просто я... Человек для вас опасность представлял? А я не могу читать мысльчик другого человека. У вас здесь сколько? Раз, два, три. Только три машины, которые я сейчас вижу. Да. Вы творите незаконные действия? Что вы творите? Алло. Ну, кофе. Я говорю, надо. Вадим Валентинович. Вадим Валентинович, я думаю, на этом просто стоит уже закончить. Я говорю, с нашей стороны просто будет написано заявление. Пройдет? Пройдет. Не пройдет? Вам повезло. Ну, иногда правда не произойдет. Ну, смотрите, если я чем-то либо обидел людей, то извините тогда, что моя работа такая. У вас, на первых, служба, а во-вторых, у вас такая работа. Если чем-то я обидел, если что-то неправильное, то... Как вы думаете, нарушение закона обижает людей или нет? Больше не обижает. Поэтому, в принципе, люди пишут в сетях негатив в отношения с ним. Откуда он появляется? Вот как вы думаете? Откуда? Вот человек просто идет, да, увидел полицейского. Ах, козел, какой негатив у меня к нему, да? Да потому, что у нас такая сложилась политика. Из-за вас, ну, извините, как надеть вас забыть. Вадим Валентинович. Вадим Валентинович. 10 лет работы, все только благодарности поедают. Вот, значит, мы будем первые. Вот правда, как вы сказали, извините нас, но мы также будем поступать, как и вы, по отношению к нам. Но так по закону постараемся. Вы идите, отдохните, у вас глаза в пупец красный. Конечно, я что-то там на работе. Вам надо отдохнуть и выдохнуть. Смотрите, я понимаю вашу службу. Вот, ну, надо скидывать, скидывать. Вот, после каждой остановки скидывайте время проблем. Я понимаю, что накладывают на вас куча преступников, куча подозрений. Но не все люди приезжают сюда хулиганить и именно за вами охотиться и на вас нападать с отвертками и с ножами. Понятно. Спасибо большое. Извините, что мы вас отвлекли и возвращали к нам. Двигаться. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Все. Хорошо сказал. Ну, я все-таки надеюсь на то, что поймет. Ну, что, поехали туда? Тогда вы там останавливайтесь. Я пока развернусь. Что, прямо туда встать, где машина стоит? Очень легко. Здесь отправилась на улицу. Понимаете? Ну, спроси. Я сегодня pan浸лю. Подsi те, кто носит поезд поездку, Поэтому я не хороade себе я. Это ресурсы. Значит, см作jan. Чтобы не переживай. Субтитры подогнал «Симон»